Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня у меня в студии члены одного коллектива. Это учителя школы номер 9. Такое происходит практически впервые, когда именно учителя одной школы здесь присутствуют в студии. Но есть повод. Все они финалисты всероссийской метапредметной олимпиады. Я представлю гостей нашей студии. Мы продолжим. Герасимова Татьяна Сергеевна, учитель математики и физики. Кучерук Валерия Валерьевна, преподаватель английского языка. Жукова Татьяна Васильевна, химия-биология, директор школы номер 9 Микитюк Татьяна Ивановна и хозяинова Рауза Исакуловна, учитель математики и информатики. Все учителя, кроме Татьяны Ивановны, которая руководит этим коллективом, приняли участие во всероссийской метапредметной олимпиаде. Вошли в состав команды большой страны. Расскажите, пожалуйста, что это за метапредметная олимпиада, чтобы нашим телезрителям было более-менее понятно. Начиналось, как обычно, с письма управления образованием, в котором было предложено принять участие во всероссийской олимпиаде учителей. Там было конкретно указано, какие учителя-предметники должны принять в этой олимпиаде участие. Выбрали из коллектива коллег-учителей по, как вы слышали, разных предметов и создали из них команду. Когда коллеги уже сами вниклись, прониклись во все это, тогда уже сами заинтересовались. Создалась действительно не просто коллектив, а именно команда учителей, которая готова защищать свою команду, отставить свои интересы. Ну и самое главное, я так думаю, что цель была поставлена победить, в конечном итоге просто принять участие не в муниципальном, не в региональном, а достичь уровня федерального значения. Ну вот так вот и получилось. А дальше уже коллеги расскажут сами. Когда дети принимают участие в олимпиадах, школьники, это понятно. Что такое олимпиада для учителей? Очень волнительно. На нас всегда лежит груз ответственности. Ведь на нас смотрят дети. Дети выступают сами за себя, ну за школу. А тут ты учителя вдруг ты подведешь, так скажем. Это вообще было волнительно. Первый этап отборочный был. Мы очень нервничали. И вот благодаря тому, что у нас командная работа, у нас получился неплохой результат. Мы прям загордились. Но мы думали, что это очень мало, но оказалось, что там все баллы невозможно забрать. Потому что там и на китайском языке были вопросы, и на французском. Ну я думаю, что мы очень удачно выбрали капитана команды, хотя это самый юный член нашего коллектива, да, но очень удачно. Я думаю, что вот она дальше продолжит. На самом деле формат был очень непривычный. Мы раньше в таких мероприятиях участие не принимали. Для нас было тайной. Что будет за задание, что нас ждет впереди. И когда мы начали выполнять дистанционный первый этап, мы действительно удивились тому, насколько много предметов было среди заданий. То есть это действительно не просто английский язык там был, и немецкий, и французский. Это была и информатика, то есть основа робототехники, и математика, и биология, и химия, и история сообщества знаний. То есть нам пришлось действительно применить все свои знания, которые были нами получены так же в школе, как и нашими учениками. Мы молодцы. Мы прошли в региональный этап. Как это вот реально проходило? Вот что это? Вы сидели перед компьютером? Или вы с учениками работали? Или как это проходило? Мы сидели за компьютером. Распределяли между собой задания. То есть изначально мы делали то, в чем каждый силен. То есть каждый выбирал сначала задания по своему профилю, затем уже вместе мы старались выполнить задания тех, до которых... Не дошло. Да, не дошло в индивидуальном порядке. Да, чтобы не терять время, мы передавали уже сразу. Бери там 15-е, это там химия. Бери 20-е, это английский. Бери математика. И вот мы быстро смотрели вопросы, и их отдалевали по мере. Возвращались. Потом я решаю там, уже такое-то делаю, все, ага, дальше, дальше. Такой азарт пошел. Ну и мы старались, конечно. Вот. Ну я бы еще хотела пояснить. Метапредметность, это сейчас одна из таких важных компетенций, они проверяются. Это буквально владение, понимание всей жизни. Потому что даже на последних... Ну то есть нельзя что-то одно знать, надо знать все. И причем оно химия, ну там с биологией связано, с сельским хозяйством вопросы были. Вопросы по географии были. Ну слава богу, мы все имеем классическое образование, мы географию хорошо знаем и разбираемся в таких математических вопросах. Потому что даже были элементарные вопросы. Но вот чего не хватило нам на этапе, надо чаще выезжать. Вопросы, какой памятник в каком метро стоит. А мы, конечно, там все были каждый день и видим эти памятники. Просто обидно было, что некоторым вопросы понятны, а нам такой элементарный вопрос, где что стоит для метро. Если вот сейчас нас смотрят ваши ученики, то я хочу им сказать, что ваши педагоги, ваши учителя тоже учатся каждый день, между прочим. То есть если ребята думают, что закончили вы институт и готовые педагоги, пожалуйста, все знают, все умеют и вот так раз и навсегда. Нет, любой человек учится всю свою жизнь и ваши учителя тоже. Скажите, что было самым сложным? Когда мы отработали в команде здесь на районном уровне, нам было действительно легко. В том плане, что мы друг друга выручали, если натыкались на такие вопросы, которые как бы далеко уже в школьной программе осталось. И это же повторилось на федеральном уровне. Но меня порадовало, порадовало, что в Москве мы встретили команды с молодыми учителями. В составе молодых учителей было много учителей в составе этих команд. Я думаю, что и мы дорастем до этого, что к нам в Ахтубинский район приедут молодые учителя и будут в этом формате продолжать работать, как мы были первопроходцами нашего Ахтубинского района, нашей области. Когда мы поехали туда, нам было как-то, знаете, какая-то ответственность лежала. Нам хотелось за свою область постоять и сделать больше, сколько по твоей возможности, по твоей силе. Ты просто даже хотел больше того сделать, сколько ты можешь. Раз Роуза Исакуловна затронула вот этот вопрос, то хотелось бы, чтобы приехали молодые учителя. Немножко отвлечемся. Скажите, вы выбрали профессию учителя. Что это было? Мечта детства, осознанная необходимость, случайно ли это получилось? Я вообще учителем хотела стать, наверное, с детского садика. Мы жили в своем частном доме, у нас все стены, все двери во дворе были расписаны примерами. В общем, сажала игрушки, всем давала ручки, листочки, всех учила. Всех-всех-всех. Потом складывается жизнь так, что у меня совсем другие направления, совсем другие приоритеты появляются. Я поступаю в Московский ауционный институт, получаю профессию экономиста машиностроительного производства, то есть инженером. Ухожу работать в гарнизон, ну, потом поворачивается жизнь так, что я резко оказываюсь в администрации Ахтубинского района. Оттуда я ухожу в декрет. Чувство насыщения такого вот как-то вот... Детская мечта не отпускает. Детская мечта не отпускает она меня, да. Благодаря Жоан Атолию Александру Петровичу я становлюсь лаборантом физического кабинета. И, в общем, начинаю работать, начинаю свою деятельность в школе. Вся моя рабочая деятельность началась в школе. Потом я ушла, потом обратно я пришла. В общем, ну, как-то не сложилось у меня жить без школы. В общем, в 2015 году все-таки я пришла к тому, что мне нужно назад, в свою мечту. В общем, с 2015 года вот я работаю педагогом. Сбылась мечта, и, в общем, точно могу сказать, что, наверное, другую профессию бы я уже не выбрала. То есть в другом месте вы себя так комфортно, как в школе не чувствуете? Не чувствовала. У меня всегда была любовь к иностранным языкам. Мне всегда это было интересно. Любимая игра в детстве – это была школа. Угадайте, ролик, а в этом была? Вот. Ну, все равно, иностранные языки – это стало вторым моим большим образованием. Сначала я тоже пыталась стать экономистом. Поняла, что это интересно, но не то. И, в конечном счете, девятая школа стала моей первой школой. Ну, и пока что вот мы дружным коллективом покоряем новые рубежи. Татьяна Рассиевна. Будучи на пенсии, сложно вспоминать, как я сюда попала. У меня вообще была мысль в медицину пойти с техникой. Ну, вот выбрала химию, потому что там и техническая, и математические расчеты. Я вообще себе не представляю, как можно вообще работать только с бумажками. Мне всегда нужно живое общение. Поэтому без детей я как-то не мыслю себя от детей. Ну, и тоже год отработала в селе по распределению. Остальные 35 лет. Девятая школа у нас. Рауза Исаковна, у вас как это происходило? Я была старшим ребенком в семье. И мне мама постоянно поручала контролировать, как дети моей младшей сестренки и братишка делают уроки. И вот такая вот появилась любовь к тому, чтобы детям прививать желание, что-то познавать, новое узнавать. А потом я уже это все желание обучать перенесла на улицу. Тогда, когда мы в советское время жили, дети были так открыты, дружнее. И мы могли прям на улице обустроиться за столиками, играть в школу. Да, да. И вот с тех пор я играю в школу. Татьяна Ивановна, у вас-то как? Ой, да у меня все так банально. Я пришла работать вожатой в девятую школу. И долго-долго проработала во второй школе. Но девятая школа, в которой были, оказывается, запущены мои корни, позвала меня обратно, чтобы их дальше возвращать. И вот так. Много лет. Команда большой страны. Ну, в общем-то, обязывающее такое вот название. Вы себя командой-то почувствовали точно? Да, конечно. Очень сплотила нас вообще эта вся конкурсная работа, Олимпиада. Мы узнали друг друга с другой стороны, с новой для нас. Потому что здесь мы оказались отделены от нашего основного коллектива и оказались сами по себе, получается. Узнали, кто на что способен, немножко понервничали, где-то поволновались, где-то расстраивались. Но в любом случае нас это, я думаю, исплотило по большому счету. Говорили, что потребовалось много очень знаний разных. Ну, это когда школьники участвуют в Олимпиадах, там школьной программой не ограничиваются. Это действительно надо много дополнительных знаний. Вот вашего кругозора хватило? Ну, нет. Или пришлось готовиться как-то специально? Ну, специально мы не готовились, конечно. Мы просто знали приблизительно, что уже нас ждет. Как бы стремились к этому. Но, а так, в принципе, мы постоянно обучаемся, постоянно повышаем квалификацию, постоянно мы на каких-то, даже, скажем так, диктанты проходим онлайн. То есть это все как бы все равно образовывает. И что-то новое познаешь, применяешь. Только в этом году мы уже проходили экологический диктант. Географический диктант. Этнографический, исторический, связанный с Великой Отечественной войной. Правовой. Правовой вот сейчас проходим. И все время у нас курсы. Каждую неделю какие-нибудь у нас вебинары бывают. А курсы по всем направлениям. Ну, вот мета-предметность, оно и мета-это надпредметность. То есть если дети идут, они или физику пишут, или химию, ну, там, или математику. А здесь все. И история, и математика, и литература, отрывок из литературного произведения. Жизненный опыт. Обязательно. Были вопросы на соображение, были математика, чистые расчеты. Оказание первой помощи. Даже оказание первой помощи. То, что вот всегда. А накануне как раз и прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи. Так что вот очень много вообще не связано, просто с жизнью связано. Не связано ни с химией, ни с географией. А вот просто там вопросы такие. Сколько пачек бумаги в офис завезли, и на сколько дней хватит, если не тратят. И вот надо пересчитывать. Да, вот сейчас школьная программа несколько видоизменилась. Да, да. Вот, потому что родители, иногда глядя в учебник, говорят, господи, что там написано? У нас таких задач не было. Купить билет, например, надо расписание по нему, купить билет. Когда мы на федеральный уровень отправились там в Москве, вот там первое задание было, это как работать с детьми. Основное задание, как работать с детьми, чтобы повысить успеваемость. И вот мы анализировали. Ну вот мы анализировали, предлагали решение. Кто-то квесты предлагал. Мы пошли традиционным путем. Дополнительные занятия, кружки, по урокам раскидать, так как, например, вот, часовые пояса на математике, это же география прямая. Поэтому мы раскидали. Какой вопрос географу, биологу? То есть они смотрели, как мы работаем в команде, как школа будет в команде. Написали дети там диагностическую работу по математике плохо, а как будет остальные помогать? А там вплоть до того, что и текст, плюс читательскую грамотность надо показать. То есть работать всему коллективу, как всегда надо. Если он не успевает, то может не в математике дело, он может плохо читает просто. Особенно вот начальные классы это сказывается. Плохо читает, задачу не понял, все. Раньше мы считались, когда жили в Советском Союзе, самой читающей страной. Не знаю, насколько это так действительно ли было, но то, что дети сейчас не любят читать, не секрет. Об этом говорят и педагоги, и родители об этом знают. Вот, а как учиться, если ребенок плохо читает? То есть он не усваивает материал, он не может понять даже задание, которое дается, потому что его надо правильно прочитать и понять, в чем смысл этого задания. Вот какие-то секреты есть, как-то можно заинтересовать ребенка? Наверное, стоит просто заняться подбором литературы. То есть если ребенку показать, что это не только скучные произведения, которые ему совсем не интересны, то можно подобрать, допустим, каких-то современных, наверное, авторов, которые заинтересуют ребенка. А потом уже аппетит во время еды. Ну, знаете, читают плохо, но все хотят стать блогерами. И вот как они пишут комментарии и свои посты, выкладывают. Это непочатый край работы. На самом деле это просто проблема поколений. Мы выросли в одно время, они живут в век высоких технологий, поэтому у них немного другое мышление, соответственные потребности у них немного другие. Зачем читать, когда можно это все посмотреть? Посмотреть, да. Прослушать. Прослушать. Аудиокнига, да, видео. Может быть, поэтому и отпадает. Не хотелось, что книга вообще выпала из жизни наших детей, внуков, правнуков и вообще потомков. Все-таки великие произведения, классики, они останутся, наверное, в школьной программе. Появится что-то новое, безусловно. Такое богатое наследие классической литературы. Но не может быть так. Весь мир знает, кто такой Достоевский. Читают произведения Достоевского, Пушкина, Толстого, Чехова. За границей знают, а там и нет. Вот это как бидно получается. Читать дети не разучились, но потеряли интерес давно. Поэтому я думаю, здесь даже родители сегодняшних учеников, они тоже не очень много читали. Да. Они больше смотрят... Те, которые 30 с небольшим, они могут быть вполне не очень читающими. Не очень читающими. Да, не очень читающими. Может, им стоит вместе с детьми наверстать упущенное. И русская, и советская литература очень богат произведениями, прочитав которые, ну, это не только интересно. Они затрагивают душу и заставляют задумываться. Татьяна Васильевна сказала, что метапредметная Олимпиада над предметом. И сейчас это в школьном курсе обучение очень часто встречается. Это в любом уроке по ВГОСу мы видим всегда предметные и метапредметные результаты планируются. Ну, например, математика также. Текст это умение читать. География. В первую очередь там математика. Там градусы, параллели. Приняв участие в метапредметной Олимпиаде, у вас, ну, коим-то образом изменилось отношение к своим ученикам? Вы их лучше стали понимать или, в принципе, и так все было нормально? Я посмотрела на своих детей, как будто бы из космоса на маленькую точку. А сюда уже меня приблизили. И я захотела с ними именно творчески так же работать, как вот показали разные команды. Там действительно были очень много команд. И когда смотришь их выступления и думаешь, и вот это можно было бы, и вот это применить можно было бы. И когда приходишь, приезжаешь уже сюда по месту жительства, смотришь и думаешь, что же я вот это вот не видел, не рассмотрел в своем ученике. Ну, и какой-то другой, уже с другого какой-то ракурса смотришь под другим углом зрения на все эти проблемы. Они не становятся уже проблемами, а просто решаемые вопросы вместе с детьми. Все очень близко, математика и физика. Если брать физику, то по сравнению с советским временем она стала очень математизированной. Очень много заданий, которые требуют знания математики, применять их с точки зрения законов. Это еще требует и знаний из астрономии. То есть на уроках физики не просто как-то применяешь законы математики, но и какие-то законы астрономии, если они там требуются. Например, тема закон всемирного тяготения. Всем она известна, всем она интересна. То есть даже не как с точки зрения физики рассматриваешь этот материал, а именно с точки зрения астрономии. Буквально прошлый урок, наверное, дети просто, а расскажите еще, а расскажите про планеты, расскажите еще. В общем, как бы я просто чувствую, что я не успеваю по времени весь материал им выложить, как бы рассказать. Но дети были готовы даже на перемене посидеть, чтобы я им до конца это все договорила. В общем, это как-то да. В вашем случае вообще идеальный вариант, когда дети заинтересованы, когда они стремятся к познанию. Это вообще высший пилотаж. Да, ну на самом деле я хочу сказать, что метапредметность, она должна развиваться дальше с помощью и дополнительного образования детей, которые сейчас широко применяют. Мое личное мнение, что метапредметность, она как бы расширяет горизонты у детей. То есть, что знания можно применить на практике где-то. Вот раньше у нас в школе немножко по-другому было, но я помню, там веселая математика были такие книги, да, где очень интересные задачки ставились. Вот теперь-то я понимаю, что это метапредметные учебники были, которые можно было свои знания применить на практике и на сообразительность. Там очень много было задачек. Это сейчас применяется. Вот на своих уроках я, например, тоже стараюсь какую-нибудь задачку, пусть она не самая сложная, потому что у всех у детей уровень разный, но чтобы она была интересная и в то же время она была и не сложная, и нелегкая. Вот как-то вот, чтобы они немножечко логически помыслили. Вот как-то это все равно широко должно применяться, на мой взгляд. Ну, вот эта предметность, она ставит задачу, чтобы расширять свой кругозор. Больше смотреть, больше читать, больше видеть. Может, больше путешествовать, потому что вот, и читать больше, потому что неожиданный вопрос был, отрывки из литературных произведений. И если ты не знаешь, где, вернее, если ты не читал это произведение, то нужно узнать, где происходят события Великой Отечественной войны. Вот по описанию. Ну вот, сложности были вспомнить многие. Но, хочу сказать, хочется вернуться к литературным произведениям, чего не хватает нам в чтении. Просто все читаешь по примеру. А вообще, конечно, мало сейчас научно-познавательных журналов. У детей сейчас есть интернет, они могут спросить, а вы знаете там, какая птичка, сколько весит? Ну, не помню, сколько она весит, а я не взвешивала. Зато я хочу спросить, а ты знаешь, почему птицы не перехватывают у них дыхание, летят у них вдох и выдох одновременно, воздух свежий? А как, а что, и начинаешь. Ну, старшие-то уже изучили это, а младшим, ну и что, что ты знаешь? А вот это знаешь, а ты там читал, а что там, две строчки, а надо брать другой источник. И вот отсылаешь, а вот там почитаю, там почитаю. Вы посмотрели на своих коллег, вы будете использовать какой-то опыт, обмен опытом состоялся же? Обмен опытом непримерно состоялся. Было интересно проникнуться именно к выступлениям своих коллег из других регионов, что-то перенять у них. Я даже себе на заметку взяла, что кое-что я буду, попытаясь, по крайней мере, применять на практике. На самом деле, да, это очень интересно, и побольше бы таких конкурсов было, чтобы можно было действительно принимать опыт у других коллег. Более бы расширенное, да. Выступления были очень краткими, вот знаете, полностью, ну что там, защита идет пять, максимум семь минут. Сразу видно, кто как вот поставили. Ну, видно было, да. И нам вот я тоже чего-то не хватило. Даже в самих выступлениях у нас первый опыт такой, мы поехали. И мы бы отметили, вот как надо туда отправляться. Если кто-то поедет, мы подскажем. Ну, вы еще забыли сказать, что команд было 72. 72 команды. Да, со всех регионов страны. То есть напряженность была большая. Одни Астраханской области. Да, мы единственная команда от нашего региона была. Мы прошли финал, а остальные нет. Было пять команд, да, от области. Четыре. Четыре. Из Автобинска и Астрахани, Красный Яр. Ну, мы гордимся вами. Девятая школа. Да, я так думаю, что в первую очередь вот хорошо, что молодежь, потому что мы немножко постарше, мы не так легко владеем. Если бы Валерия не организовала нашу работу, было бы очень сложно. А смысл, да. Самое замечательное, это когда люди разного возраста учатся друг у друга, потому что молодежь, она дает такой запал, что надо поспевать за ними, вот, а опыт старших бесценен. И вот это сочетание, вот этот микс, он, наверное, и дал этот результат. Ну да, в чем-то, например, было задание, когда, вот второй, так мы сидели в информатике, ну, идею урока, разработку урока сделать. Вот, какой идея, дали тему, очевидно, невероятная. Вот какой урок провести на тему, очевидно, невероятная, да. И вот мы принялись его разрабатывать. Идея, давай, давай, это то, это картинку, это отсюда вот опыт, это вот описание, так, отбор материал тот, не тот. Это убираем, новое добавляем. Как мы работали, время, время, и за 10 минут, да, где-то за 10-15 минут мы уже выдохлись, что есть загрузили и отправили. Я вспоминаю, это как вот мы нервничали, тем более присутствовали наблюдатели, потому что, хотя разрешено было пользоваться любыми источниками, что хотите, только делайте, только чтобы не приходили специалисты по предметам, которые не входят в число команды. А интернет, пожалуйста, что хочешь, энциклопедию бери, хочешь, советскую приноси. Вот, но надо было разработать. Вот, пока отвечали на вопрос, как-то не так. А потом вот вперед, 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 это разработка урока. Вот команда разработать урок, идею выдвинуть, надо подобрать материал. Ну, мы разработали. Комунити очень, да, хорошо работает. И у нас, когда мы смотрели результаты, у нас прям хороший балл именно был прям, мы много взяли за это, за разработку командный урок. Мы больше всего набрали. Да, в команде работать очень хорошо. Я вот это вот почувствовала, когда мы поехали. И вообще на всех уровнях, на районах, на федеральном, это было очень заметно по количеству баллов набранных нами. Вот сидишь, подскажешь, чуть замедлился, тебе раз, подскажешь, и пошел, и пошел, и пошел. Кто-то подал идею. И вот прям в команде была работа хорошо, если бы все в руки тогда. А уже когда Блиц-турнир был, ты там уже один уже. А Блиц-турнир мы сидели одни за... 63 вопроса, и они из всех разных. И 45 минут всего. Даже меньше минуты. На две вопрос меньше минуты. Чувство локтя. Нет, нет. Растерялись мы там. Нас разделили. У нас по-разному аудиторию. Мы сидели, рядом сидели чужие, даже вот элементарно там кнопочку нажимаешь, а ночью не нажимаешь. Двигателем команды была у нас зауча Елена Владиславовна, да, новый человек в нашем коллективе. Когда коллеги засомневались, ну как, принять приглашение на федеральную олимпиаду или отказаться. Всероссийское. Да, всероссийское, то есть это высокое слово такое. Сначала сомневались, но Елена Владиславовна, она так это их настроила, сказала, нужно, вы что, это такое высокое звание, федеральный уровень, российская олимпиада учителей. Девятая школа на таком уровне не принимала участия. Ну, в общем, я думаю, что она сыграла в их поездке значимую роль. Вот о своих коллегах буквально несколько слов, потому что я знаю, что сам о себе человек всего не расскажет. Ну, я думаю, что в процессе они уже рассказали о себе, что они настолько многофункциональны и много... Многогранны. Да, граней своих. Инженер, да, ну, учитель математики, учитель физики. Очень много учеников, которые у нее занимали, я про Татьяну Сергеевну, ученики ее олимпиадники занимали призовые места. Молодой специалист Валерия Валерьевна. В семье человек два высших образования. Это мой помощник по всем экономическим вопросам, по всем вопросам, связанным с современной техникой. Там видеокамеры посмотреть, там компьютер настроить. Это, ну, я думаю, что весь коллектив школы обращается к Валерии Валерьевне за этим. Татьяна Васильевна, человек на своем месте, который много лет проработала в этой школе, с которой я начинала работать в свое время. Любит свой предмет настолько, причем она ведет в школе не только химию, биологию, она ведет и географию. Если нужно заменить учителя физики, заболел человек, мы обращаемся к Татьяне Васильевне. Татьяна Васильевна, помогите, замените. То есть команда не зря была создана из этих коллег. Рауза и Соколовна. Я познакомилась только, когда сама пришла в девятую школу работать. Человек тоже разносторонний. Она учит детей играть в шахматы. Она также, как и Валерия Валерьевна, разбирается в современных технологиях. Это и информатика, это и физика, это и математика. То есть вот настолько многосторонние развитые люди, я считаю, что, наверное, таким учитель в современном мире должен быть. То есть он, я думаю, что ответит ученику на любой вопрос, который его волнует. Ну и это есть подтверждение. Вот такой опыт придется повторить, поехать на такую же Олимпиаду или, может быть, на какую-либо другую. Как надо подготовиться, что бы вы сделали, чего вы добавили, чтобы показать хороший результат? Вы же сделали какие-то выводы для себя, опыт наработали определенный? Нужно быть смелее. Вот какой я для себя сделала вывод. Мы где-то местами растерялись. То есть мы чего-то не ожидали, что-то для нас было непривычным. Нужно быть просто смелее. Где-то даже немножко наглее. Не хотела сказать это слово. Да, да, да. Потому что мы просто действительно впервые, мы куда-то так далеко зашли, заехали. Но даже дети, которые принимают участие в школьных Олимпиадах разных уровней, говорят, что, и их педагоги говорят, надо ездить, надо выезжать. Потому что нужны не только знания, нужен и опыт, участие. Как сейчас говорят, самопрезентация, в том числе умения на публику. Потому что даже вот на защите вышли, мы вообще прям, мы не знали, как это будет. А люди выходят и такие, как будто они каждый день такие мероприятия проводят. Даже разыграли сценку, педсовет некоторые. То есть вот так вот они вольно, а мы прям, мы не знали. Артистические способности надо развивать. Вот мы будем развивать. Развивайте, развивайте. В жизни эмоции очень много значат, а там, я думаю, вы их получили сполна. Разные, разные. Хватит надолго, еще на оставшиеся полгода, еще наперед, на два года. До следующей Олимпиады. До следующей Олимпиады, да. Я хотела вообще выразить благодарность нашей администрации за то, что они вообще нас, двигали нас постоянно. К следующему, к следующему этапу двигаться. Хотя, может быть, мы где-то и правда трусили и немножко боялись. Страх двигал нами. Но мы теперь понимаем, что это всего лишь рычаги, которые нам мешают. Может быть, мы и лучше показали бы себя. Но это был всего лишь первый опыт. И я думаю, что в следующий раз, кто поедет из нашего коллектива, мы, естественно, их научим. Прекрасно. Просто так к Олимпиаде не подготовься. Это нужно каждый день что-то смотреть, запоминать. Какие-то новости даже слышишь со стороны. Нужно иметь активную жизненную позицию. Просто учителям очень часто не хватает времени. Наше внимание привлекают люди, которые много знают, которые нам интересны. Они, как правило, все очень активные. Они много читают. Они много подмечают. Они могут экспериментировать в своей жизни. И вот этот опыт как раз и дает вот эти метапредметные знания. Разгадывание кроссвордов. И то иногда. Какая-то фраза запоминается. Какое-то там образное выражение. Раз и все. Потому что и вообще чтение, даже простое чтение. Я хочу сказать, задание по русскому языку. Мы запятые расставляем часто. Интуитивно. Зная некоторые правила. А сейчас читаешь ошибки сплошь и рядом. Я бы повторила некоторые правила по русскому языку, чтобы уже не сомневаться. И кое-что я бы из математики повторила. А вы знаете, вот недаром же у людей взрослых, наделенных жизненным опытом, часто слышишь фразу, вот на днях перечитал Толстого. То есть читать его в 17 лет и в 50 лет – это большая разница. То есть иногда надо не только читать, но и перечитывать. Это очень полезно. И по-другому относишься. Ты как с молодостью воспринимаешь, даже Каренину, да? И сейчас, будучи взрослой женщиной, думаешь. Непростая ситуация. Там вот просто… А здесь… Татьяна Ивановна, отправите в следующем году команду большой стороны куда-нибудь? Ну, я думаю, что да, у них есть опыт. Они раскрыли себя с другой стороны, что они способны на более какие-то другие и взаимоотношения, и решать самостоятельно вопросы. Вот Валерия Валерьевна, например, она раскрылась как организатор. Да, то есть я так думаю, что… Ну, быть капитаном команды – это ответственно очень. Да, 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 что команда, в общем-то, на ней и держалась, да? Потому что, ну, молодость всегда побеждает. Мне остается только поблагодарить вас, я думаю, телезрители ко мне присоединятся, за то, что вы рассказали, что же это за всероссийская метапредметная олимпиада. Мы, правда, очень горды вами, команда девятой школы, которая поехала и представляла не только Ахтубинский район, но и всю Астраханскую область. Я думаю, это не последний ваш опыт. Дерзайте. Будьте открытыми, смелыми, чуть-чуть наглыми, как вы уже сказали, да? Если это требуется. Вот. Так что удачи вам, творческих успехов и профессиональных. Спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители, за внимание. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!